И в продолжении выпуска новости зарубежья. Россия заслуженно заняла почетное звание государства тролля, то есть провокатора. Аспирант-историк из Калифорнийского университета Эндрю Корнблюд считает, что Кремль платит многочисленным наемным людям за написание раскрутку постов, восхваляющих оккупацию украинской территории и ругающих критиков власти. Но это не должно быть политикой власти. Такие действия приводят к опасным последствиям, как, например, после месяца повторявшихся российских вторжений в воздушное пространство других государств Турция сбила бомбардировщик, в очередной раз пролетавший над ее территорией. И здесь российская пропаганда сработала против самой же России. Сирийский конфликт настолько оброс мемами и демотиваторами, что таким же становится в обычной жизни россиян. Это объявление на входе в один из детсадов Калуги. Родители и воспитатели убедительно просят ввиду активизации деятельности Международной террористической организации ИГИЛ закрывать калитку на крючок. Выходит, что россиян держат за запуганное стадо. Сначала выбиться из него страшно из-за цветных революций на западные деньги. Потом фашистов, распинающих мальчиков. Теперь главная страшилка – террористы-исламисты в русской глубинке.